Заболевших корью в регионе стало больше. По последним данным, ею заразился 271 человек. Специалисты проводят профилактическую работу среди тех, кто не получил прививку. Вакцину положено делать в возрасте одного года. Ревакцинацию в 6 лет отмечают врачи. Эта работа в областном центре проводится по графику, так же, как и в районах. Цифры по заболеваемости корью в регионе неутешительные. Случаи продолжают регистрировать во всех районах области, и лишь Шингерлауский может похвастаться статистикой. Там зарегистрирован всего один случай с начала октября. Корью заболел ребёнок до 14 лет, не получивший ранее прививку. Он прошёл необходимое лечение, его здоровью уже ничего не угрожает. Учитывая сложившуюся ситуацию по области, у нас началась дополнительная вакцинация детей против кори в возрасте от 6 до 10 месяцев. Всего по нашему району нужно охватить 72 ребёнка. Из них 44 уже привитые. Это 61%. Нужно вовремя получать прививку, тогда и болеть дети не будут. Кори является вирусной инфекцией и передаётся воздушно-капельным путём, причём игнорировать и заниматься самолечением нельзя. По словам врачей, это может привести к атиту, пневмонии и даже к поражению головного мозга. Температура тела повышается у больного до 38-40 градусов. Появляется слабость, снижается аппетит, сухой кашель, заложенность носа. Наиболее частыми осложнениями кори являются воспаление среднего уха, слепота, ларингит, энцефалит. Как только вы почувствовали у себя симптомы, необходимо вызвать врача на дом. На сегодняшний день 271 подтверждённый случай кори. Из них 103 выявлены в образовательных учреждениях. Заболевание зарегистрировано в городе и в 9 районах области. Олег Великий, Евгения Потапова, Алихан Исказиев, Акжей, Какпарат.